Как же здорово уже в Сочи, да? С утра шел снег, сейчас уже солнце вовсю, весь снег наставил. Кайфово, Дим, согласись. Да, Сочи это самая необычная погода, которую я встречал. Ну ты, наверное, вообще удивлен. Я здесь такое уже видел, когда снег выпадает, потом сразу через пару-трой кусов тает. Вот же все дороги чистые, сухие. Ну, такие влажные, но в смысле без снега, я имею в виду. Кстати, ребят, кто не в курсе, сегодня в кадре у меня это Дима от Честной Сочи, это Дмитрий Лобецкий, мой друг из Пенза. Дим, привет. Привет. Всех приветствую у тебя на канале. Добро пожаловать новым подписчикам, также тем, кто меня смотрит на постоянной основе. Очень рад. Друзья, в двух словах расскажем вам о том, что происходит сейчас на рынке недвижимости города Сочи, и вы не поверите. И вы не поверите своим глазам, ушам, но если бы вы здесь жили и работали бы в этой сфере, то реально бы все поняли. Смотрите, то, что стоило 4,5, 4,600, до Нового Года с ремонтом, сейчас это стоит то же самое, 5,600, 5,700, и нет отбоя от клиентов для приобретения таких квартир. Это, например, Озерное, там, и другие объекты. И не только с ремонтом. Такая тенденция сохраняется, в принципе, на все. То есть, другими словами, дорожание квартир просто происходит в Сочи с бешеными темпами. Вот от себя скажу. Кстати, Дмитрий, вам привет. Это один из моих двух клиентов, которые приобрели себе квартиры в Озерном. Вот сейчас сделки идут у нас, да, уже одобрены ипотеки, все хорошо там. Они покупали еще по броне квартиру, залог давали по цене 4,600, с копейками. Сейчас эти квартиры, эти же самые квартиры, стоят 5,600, 5,700. Это ровно то, о чем я вам говорил. Помните в видео, что покупайте, не покупайте стройку по ФЗ, купите готовое, да, в ипотеку так же, как вы покупали бы и стройки по ФЗ. И через там полгода, через год вы продадите ее просто на 25% дороже, минимум. А зато эта квартира будет уже у вас работать, сдаваться и отбиваться сама по себе. Вот что смысл. Ну да ладно. Красивые пейзажи у нас в Сочи. Очень хочу показать, чтобы вы тоже это увидели. Взгляните, друзья, это зима в Сочи. Да, она разная. Да, она может быть немножко снежная даже, но это только, только немножко. И вот что у нас на улицах. Здесь утром был снег, ребят, понимаете? Вот так вот. Дима, конечно, немного в шоке был от всего происходящего и от стоимости на недвижимость, и от того, как растут цены и так далее. Но на самом деле, Дима здесь уже живет, грубо говоря, полгода, даже может чуть больше, там плюс-минус, да? Вот. Дима уже стал таким настоящим, состоявшимся риэлтором, и я к нему всегда призываю обращаться, всех тех, кто ищет бюджетную недвижимость, всех тех, кто хочет купить прямо здесь, прямо сейчас готовое, что-то может быть даже горячее. Вот. И перейдите, подпишитесь на его канал, это Дима Честный Сочи, можете прямо набрать, и ссылочка будет в комментарии закреплена, прямо переходите, подписывайтесь. У меня огромная просьба поддержать моего друга. Да и вообще, знаете, когда человек начинает делать новое, всегда нужна поддержка на первых порах. Но Дима-то уже состоявшийся риэлтор, у него было уже несколько сделок. Дим, во-первых, я тебя поздравляю, в прямом фире еще не поздравлял, поздравляю тебя с успешными сделками. Ты, получается, две сделки, с двумя клиентами сделки закрыл, еще перед Новым годом, красавчик. Как вообще ощущения? Вот ты сейчас сделки закрываешь, клиенты к тебе обращаются, там видео снимаешь, живешь в Сочи, у тебя новый автомобиль, вообще, Skoda Yeti, как тебе вообще? Как жизнь? Расскажи вообще. Расскажи. Блин, вообще, в целом, да, и, как сказать, я и в шоке от рынка Сочи, я не предполагал, что я встречусь с такими, и вещами вообще не знал, с чем я встречусь. И по поводу сделок хочу поздравить тех людей, кто приобрел, они выбрали прекрасные объекты, инвестиционные объекты, поэтому уже сейчас их объект вырос на полмиллиона, поэтому я их только могу поздравить с этим. По поводу бюджетной недвижимости, я вообще стараюсь специализироваться на бюджетной недвижимости и могу сказать так, то, что, например, месяца три назад, что я снимал, вот бюджетная недвижимость рядом с морем, там, в пять-десять минут езды от моря, это примерно, там, два с половиной миллиона было, там, ну, грубо говоря, до трех миллионов. Вот сегодня я снимаю тот же самый объект спустя три месяца на миллион дороже. Вот то же самое, 28 квадратов, второй этаж, это ЖК Анна Трубачева, дом один, вот сегодня буквально вышел у меня ролик. И вот то же самое, на миллион дороже. Отличные объекты. И так повсюду. Стройка, если это нормальный застройщик, это нормальный, действительно, объект, нормальный застройщик, это самое главное. То, что мы, в принципе, и советуем, и выбираем, и предлагаем всем клиентам, вот, растет шикарно. Ну и внешний фактор, конечно, влияет на это. И в связи с, там, мировыми масштабами факторов, то есть, и внутренние, так же. С пандемией. С пандемией, да. То, что ехать некуда во всю, по сути. Управление недвижимости очень сложно сейчас. Вот даже Бали эти виллы, Таиланд. Не знаю. Ну, даже ближе взять, там, Болгария, я не знаю, там, Турция. Во-первых, там, ссоваться, сложности. А здесь, в принципе, намного проще все здесь. То есть, вы приезжаете, выбираете все, что вам нужно. Ну, и даже не обязательно приезжать, вот как последние пару сделок. То есть, люди просто переводят деньги, мы заключаем договора, отправляем договора, все готово. То есть, вот и вся суть сделки. И люди спокойно работают, продолжают свою деятельность в своем регионе, который еще не готовый переезжать, но готовый зарабатывать. В принципе, мы помогаем с этим без проблем. Вот даже последние, там, две твои сделки. Да, Дима, Дмитрий, Дим из Москвы. Привет тебе и Дима. Это другой Дмитрий в Озерном. Ребят, очень много клиентов, честно скажем, сейчас мы очень много обращений и мы благодарны вам за доверие. Первый, Дмитрий, мы историю рассказывали про Озерный, которая квартира уже на миллион подорожала. Это Дмитрий из Тольятти. Дим, тебе привет. Дмитрий из Москвы, который я вот купил на праздниках, вот я Диму просил сделку провести. Получилось как? Я позвонил, было горячее предложение, говорю, Дима, надо бы развивать. Ты считаешь? Да, считаю. То есть вот, купили за недорого, очень классную квартиру с преддомовой территории и еще одна сделка была также дистанционно. Сергей, Сергей из Кирова, Сергей, вам тоже привет. Как было? То есть они деньги перевели, Дима поехал, снял, то есть грубо говоря, они оформили внутребанковскую доверенность на Дмитрия, попросил на Диму оформить, потому что у меня нет возможности сейчас. Ну вот, они на Диму оформили внутребанковскую доверенность, еще там, помню, спросили там, надежный, не надежный человек. Я говорю, да Диме можно доверять сто процентов вообще, это мой друг детства, вы что, как бы, я в нем уверен так же, как в себе. Вот, и они оформили на него внутребанковскую доверенность, разместили деньги на счету в нужном количестве два миллиона. Дима поехал, снял, привез их в застройщику, оформил договора и отправил их обратно клиентам с распиской на полную сумму. Вот, клиент получает, потом отправляет обратно уже себе оставляет, да, себе оставляет экземпляр с распиской, вот, а экземпляр застройщика отправляет обратно, Дима его получает, отдает застройщику. Вот так мы работаем. Вот, это что касается последней сделки. И вообще, дистанционной сделки, наверное, сейчас процентов, 60-70, у нас даже 80, наверное, уже процентов. Ну, это очень удобно. Очень удобно. На самом деле. Не нужно париться, не нужно ездить, смотреть. мы можем, в принципе, все показать на телефоне, фотографии, любые фотографии, любые видео, режим онлайн. Все это сделать, отснять без проблем. То есть, в принципе, обычно уже обращаются люди, которые готовы, то есть, там, Павел Дмитрий, вот этот объект мне понравился, то есть, в принципе, последней сделки так и было. Конечно. Кросслофт, пожалуйста, люди захотели приобрести, понимаем то, что этот объект растет, и в этой локации, то есть, в Центральном Сочи, найти что-то дешевле, допустим, даже трех миллионов, вообще нереально. А люди приобретают за, как бы, два двести, два триста от одного квартир, понимают то, что через год это будет стоить три с половиной. Вот примерно такие роста приблизительные. Можно, не знаю, прогнозировать. Ожидать, да, само собой. Мы даже еще ориентировали до трех миллионов, но реально, глядя на ситуацию, глядя на то, что происходит, ты видел, какой фасад классный сделан, а люк и бон вообще? Ну, ты понимаешь, что такой уровень отделки, он подразумевает определенную стоимость объекта на выходе. Вот, мы всегда заводим людей по максимально выгодным условиям и к Диме можете обращаться и ко мне. Мы всегда делаем просто лучшие условия для всех наших инвесторов, для всех наших клиентов. Вот. Ну, что еще сказать? Ты вообще, Дим, жизнь в Сочи доволен? Нет? Ты как бы уже... Честно, пока немножко адаптивируюсь в погоде, буквально сегодня просыпаюсь, в утром не снег. Я вообще, ну, не знал, что в Сочи бывает снег, там все говорят, в Сочи снега не бывает. Где-то там раз в 15-20 лет я это увидел. То есть, утром снег, вечером уже снега нет, тепло, хорошо, солнце, да. Буквально там три дня назад плюс 24. Я даже не ожидал, что такое бывает зимой. и такое я тоже успел снять и все на инстаграм-канале все то же самое есть. в Сочи, в принципе, очень хорошо. В погоде сначала привыкаешь, потом уже это нравится, становится. Когда тепло, приятно, в любой момент можно выйти на набережную погулять. И вообще, есть где погулять и отдохнуть. Я не седаю на другие города, там, на свой родной город, там, наш, точнее, родной город, в Пензу. В Пензу тоже не это самое. Я не говорю там плохо об этих других городах, но могу сказать, что самые классные места в Сочи это вообще то есть самое классное. Можно на Красную Поляну съездить, подняться, посмотреть. Захотел снега, пожалуйста, Красную Поляну в 30 минутах. Не хочешь снег, хочешь потеплее, к морю, пожалуйста, съездил, Сириус, на пляже погулял. И это, пожалуйста, там 20-30 минут езды без всяких проблем. То есть, вот все в такой доступности это одно удовольствие. Вот только одно удовольствие. И мы, в принципе, и советуем недвижимость исходя из своих собственных впечатлений. То есть, чтобы поменьше было пробок, чтобы покомфортнее, чтобы потише дом, побюджетнее. То есть, вот все вот эти моменты мы стараемся учитывать в своих предложениях. Потому что есть, конечно, там дешевле варианты, но друзья, мы их предлагать не будем. Во-первых, а это может быть ненадежный застройщик, а это какие-то коммуникации и так далее. То есть, нам это не надо, чтобы потом вы пеняли на нас и говорили, что-то о нас плохо. У нас публичная, как сказать, репутация, и мы стараемся придерживаться, как говорится, надежно, нормальных застройщиков хороших объектов. Да, все правильно, Дима говорит. Дело в том, что у нас позиция просто такая, ребят, для нас репутация гораздо дороже, гораздо важнее какой-то ежеминутной, ежесекундной прибыли, которую мы можем получить с одной сделки. Уже нет необходимости, если может быть раньше, там, два-три года назад еще было желание как-то, знаете, подзаработать, еще что-то, то сейчас уже как-то все спокойно. у нас же есть пол клиентов, которые с нами постоянно работают, то есть нет какой-то, знаете, там, прям необходимости вот прям завтра получить от вас комиссию, нет такой необходимости, абсолютно. Для меня, я проще, там, пару месяцев вообще не буду ничего рекомендовать вам приобретать, дождусь нормального объекта и скажу, ребят, вот это, вот теперь надо приобретать, вот сейчас да, и это, понимаете, мне из-за этого все благодарны. И такую концепцию перенимают все сотрудники моего агентства, Дима в том числе, вот, успешных, то есть я могу сказать, что я горжусь тобой, братишка, потому что ты красавчик, ты молодец, вот, все получается, вот, друзья, еще раз попрошу, подпишись с него и кому прям нужна там готовая бюджетная недвижимость или там стройка, инвестиции, тоже можете обращаться к Диме, если вам человек нравится, следите за ним, наблюдайте за ростом его как личным, так и профессиональным, вот, и в дальнейшем будем периодически публиковать ролики из всех корпоративов и так далее, если какие-то вопросы есть, задавайте, по недвижимости в Сочи, что сейчас происходит, то, что вначале сказал, это чистая правда, в общем, на данный момент, на данный момент, все, что, вот, что, там, грубо говоря, покупается, все дорожает, все, ну, я имею в нормальный объект, то есть, беспроблемный, вот, дорожает абсолютно все, поэтому, друзья, если у вас есть желание подзаработать или купить что-то выгодно для себя, пишите, звоните мне или Диме, будем вас ориентировать, под ваш запрос, снимем конкретно под ваш запрос квартиры, Дима съездит, или я съезжу, обязательно покажем конкретные варианты, проработаем весь рынок для вас, вот, но, скажу честно, много прям вариантов не будет, и их просто в нормальном количестве их не бывает много. Иногда бывает такое, приезжаешь на объект, у меня на днях, приезжаешь, просто смотришь, закрываешь глаза и уходишь, не то, что снимать, даже там находиться неохота, и еще скажу про бюджетную недвижимость, то, что даже вот на таком отрестие, как я здесь с лета нахожусь, и вот на таком отрезке я лично увидел на объектах рост, вот, действительно, процентов вот за, там, 4-5 месяцев, процентов, наверное, на 30. Вот, как я и говорил, то, что вот на Трубачево были предложения за 300, сегодня я там был 400, пожалуйста, я снимал 3 месяца назад, вот, вот, просто, это один из, там, многочисленных примеров, поэтому, ну, не теряйтесь, приобретайте, есть бюджетные варианты, хорошие, но уже слово бюджетный имеет с собой значение чуть повыше, чуть выше, чем 3-4 месяца назад. Ребят, дешево не значит хорошо, поэтому, как говорится, не гнался бы ты поп за дешевизной, понимаешь, вот, поэтому здесь тоже, это важный момент, ребят, не надо гнаться за дешевизной. На этом все, друзья, с вами был Павел Мороз, Дмитрий Честный Сочи, пишите, звоните, если у вас есть вопросы по недвижимости, задавайте, и также прошу подписаться на канал Димы, если вам не сложно. Обняли, всем хорошего дня, замечательного настроения, побольше удачи и здоровья вам и вашим близким. Всем пока.